Настоящий чемпион скоростной охоты, от которого невозможно сбежать. Будучи самым быстрым наземным животным, гепард жестко ограничен при выборе цели, ведь взамен на скорость он получил максимально легкое и хрупкое тело, а также относительно слабые челюсти, что сводит на нет охоту на крупную добычу. Но заручившись поддержкой братьев, хищники образуют настоящие банды, что в разы расширяет привычные границы возможностей. Привет, друзья! Вы на канале «Время с пользой» и сегодня речь пойдет о настоящем братском союзе, коалиции гепардов. Переходим к делу. Молодые гепарды живут с матерью вплоть до 20-ти месячного возраста. После чего еще несколько месяцев братья и сестры остаются вместе. При достижении половой зрелости, чтобы избежать кровосмешения, самки становятся одиночками, а самцы иногда остаются вместе, образуя так называемую коалицию – прочный союз, который может длиться на протяжении всей жизни. Обычно на свет появляются 3-4 детеныша, в редких случаях до 8, но они очень уязвимы, и до зрелости доживают менее половины. Поэтому чаще всего коалиция насчитывает 2-3 самцов. Нахождение в группе дает гепардам массу преимуществ. Вместе они могут выбирать наиболее благоприятные места обитания и занимать гораздо большую территорию. Шансы на выживание повышаются, ведь совместными усилиями животные способны дать отпор даже более свирепым хищникам. Сам по себе гепард не обладает ни силой тигра, ни весом льва, чтобы в одиночку расправиться с крупным или даже уступающим в размерах противникам. Так что работа в команде заметно увеличивает размер потенциальной добычи. Африканский страус – крупнейшая птица на планете. При высоте до 270 сантиметров ее масса может доходить до 150 килограмм. Внушительные размеры, мощные ноги в качестве оружия и скорость до 70 километров в час делают этого обитателя саванны грозным противником и недосягаемой целью для большинства местных хищников. Один гепард – не повод для беспокойства, но когда страус видит целую банду, он спасается бегством. Тактика меняется на ходу. Медлительная цель всегда становится приоритетной. Повалить гиганта непросто. Даже вдвоем братья не справляются, и лишь максимальные усилия всех членов группы приносят ожидаемый результат. Хищники далеко не сразу усваивают все тонкости командной охоты. Поначалу они допускают множество ошибок, например, выбирают слишком сильного соперника или разделяют силы сразу на несколько целей, и в итоге остаются ни с чем. Охота на столь крупную добычу не только изнурительно, но и опасно, ведь любой удар копытом может стать фатальным. Приходится занижать планку, выбирая мелкую, но наиболее простую мишень, в роли которой выступают детеныши антилоп, бородавочников, а также быстрые и маневренные зайцы. Такой добычи не хватит на всех, но со временем навыки братьев совершенствуются, вырабатываются новые тактики, а размеры потенциальной добычи неуклонно идут вверх. В итоге опытные охотники могут справиться с животным, которое в пять раз тяжелее их самих. Одни из главных кандидатов – многочисленные антилопы гну. Это чрезвычайно сильное и выносливое животное, вооруженное крепкими рогами и тяжелыми копытами. Но в одиночку они не могут противостоять слаженной работе искусных хищников, которые с огромным трудом все же справляются с задачей. В отличие от самок, которые не привязаны к определенной местности, группа самцов обильно помечает свою территорию, советуя чужакам держаться подальше. Хотя иногда братья принимают в свой союз совершенно постороннего самца, и он становится полноправным членом группы. В коалиции, состоящей только из братьев, все участники равны. Они почти не конфликтуют и выполняют равные обязанности, но с появлением посторонних в команде может появиться своя иерархия. Определяется один или сразу два лидера, которые по очереди решают, в каком направлении двигаться и какую цель атаковать. Одна из самых известных коалиций – гепарды кенийского национального заповедника Масаи Мара. Это пятеро самцов родом из двух, а по некоторым данным даже из трех разных семей. Столь необычная банда получила название «Пять мушкетеров». Со временем из молодых и неопытных котов они превратились в сплоченную команду матерых охотников. Антилопа топи может весить до 130 килограмм и бежать со скоростью 70 километров в час. Учитывая этот факт, перед нападением группа максимально сокращает дистанцию. Гепарды могут преследовать столь быструю цель не более 20 секунд, поэтому во время погони на счету каждое мгновение. Даже в пятером хищники справляются с трудом. Их челюсти не настолько мощны, чтобы быстро покончить с добычей, которая и в безвыходной ситуации может нанести неосторожному охотнику тяжелое ранение. Конечно, даже будучи великолепной пятеркой, гепарды не всесильны. Им не подвластны такие гиганты, как буйвол, который в одиночку готов противостоять целой группе. Не стоит забывать и о многочисленных хищниках, которые при любой возможности готовы присвоить себе чужой обед. Поэтому нужно всегда быть начеку и не мешкать с трапезой. Огромная скорость и совместное усилие делают гепардов одними из самых успешных охотников. Для банды опытных самцов 6 из 10 нападений оканчиваются успехом. По этому показателю они оставляют далеко позади не только хищников-одиночек наподобие тигра, но и командных игроков, таких как львы или даже волки. На сегодня в мире осталось всего около 7 тысяч этих удивительных животных, и создание коалиции – это вынужденная мера, чтобы выжить в этом суровом изменчивом мире. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!